Скачал я новое обновление, которое только вот вышло в симулятор автомобиля 2 на 78 мегабайт. И что в нем нового? Сегодня я хочу это посмотреть, потому что многие подписчики даже мне во Вконтакте написали Личи, боюсь скачивать, телефон будет лагать, проверить. Ну, я ради подписчиков, конечно, скачал, поэтому нужно, собственно говоря, проверить, что в нем есть. 1.50.36. Новый бета-тест, который мы получаем. Что в нем нового? Цвет фары, вылет колес. В принципе, все то же самое, что и было всегда. Ну, окей, давайте это проверим в игре, что там могли добавить разработчики. И нам это, собственно говоря, нужно оценить. Все-таки глянуть, как-никак, что происходит в игре, какие новые фишки, какие новые штучки разработчики могли добавить. Последнее время я перестал выпускать телефон из рук, потому что теперь я играю в Хасл Онлайн. Это бесплатная игра с открытым миром и крутыми машинами на твой телефон. Но у многих появится сразу вопрос, а как скачать эту игру? Вы можете просто перейти по ссылочке в описании этого видоса, нажать на кнопочку «Играть в Хасл Онлайн с телефона». Потом нажать на кнопку «Играть бесплатно». И дальше нужно выбрать. Если у тебя iPhone, тогда App Store. А если у тебя Android, тогда скачать с Play Market. После того, как скачаете, нужно запустить игру и зарегистрироваться. На самом деле все очень легко. Придумывайте себе ник и выбирайте 14-й сервер. Потом нажимаете «Играть», пишите адрес электронной почты, придумываете пароль и повторяете его ниже. Вуаля! Все, вы появляетесь в игре. Также игра вам предложит ввести ник пригласившего. Вы можете написать «Мой личи Топчанский». Теперь вам нужно нажать на 4 квадратика, которые находятся под картой в верхнем левом углу. Откроется меню и тут найти раздел «Награды» и «Промокод». И сюда ввести мой промокод «ТОП», который даст вам приятный бонус и легкий старт игры. Заходи на «Хасл» и играй вместе со мной. Окей, как не открывалась, собственно говоря, эта дверь изнутри, точнее эти ворота стеклянные, так они не открываются. Вот сколько ты не мучаешься, никак не хотят открываться. Странно, почему так разработчики, и почему вот эта дверь не открывается, тоже непонятно. Почему вот это до сих пор не исправили, я, честно говоря, не пойму. Я в замешательстве. Окей, но на самом деле особо неудобно таким способом выезжать из, собственно говоря, особняка за донат. Но это ладно, это не так уж сильно важно. Нам важно проверить, что нам могли извинить. Цвет фары, вылет колес. В принципе, эту детальку нам добавили еще давно, но постоянно исправляют. Но по большей части, что могли исправить? Фоторежим. По большей части, больше аудитории. Интересно, конечно, то, что нам исправили разработчики, что они добавили в фоторежиме. В принципе, если понаблюдать сейчас за вот этим режимом, то можно увидеть значительные изменения в том, что у нас перестала появляться трава на асфальте. Хотя нет, некоторые излишки есть, их можно даже каким-то образом наблюдать, но все же уже не так много. Но вдалеке, вот там можно заметить, что вот асфальт ломается, точнее тротуар, и, собственно говоря, гора выходит за рамки тротуара, и получается что-то непонятное, что-то странное. Почему так? Ну, разработчики, разработчики все еще чинят, все еще делают, но уже более-менее намного лучше. Но, ладно, будем смотреть и ждать, что будет исправляться, потому что все это еще работать, и работать большой-большой режим работы, ждет разработчиков и всякое такое. Но это, на самом деле, не так уж и грустно, и не так уж страшно, потому что разработчики показали недавно новую скрытую тачку. Ей оказалась Lotus Elettra, по нашим соображениям, вместе с Alimback RR, вместе с подписчиками, мы поняли, что именно вот эта тачка соответствует тому, что появится в игре. Все силуэты подсказывают то, что это она. Конечно, еще на эту, собственно говоря, похоже Чанган, точнее не Чанган, а Зикер 001. Но разработчики сказали, что китайских тачек пока не будет. Возможно, Зикер да появится, не знаю, может быть, что-нибудь появится. Но пока говорить об этом рано. Прекрасная тачка нас ждет в игре. Я уже очень сильно хочу с трепетом увидеть ее, прокатиться на новой карте. Пока что все еще тихо. Разработчики все в скором времени сделают. Нас ждет много контента. Либо летом, либо уже осенью. Будете прям заваливаться контентом от меня, потому что в игре действительно будет много чего интересного. Поэтому, ребята, хочу сказать лишь только то, что нужно будет поддерживать канал обязательно, потому что я знаю, что давно не было новых обновлений. Тяжело придумать что-то новое по игре. Но я хочу выразить большое спасибо тем подписчикам, той аудитории, которая продолжает все равно смотреть ролики, которая не только ради обновлений смотрит мой канал, а из-за того, что любят мой канал, мои ролики. И мне очень приятно. И я вас благодарю всех, кто ставит лайки. В этом ролике я не буду просить вас ставить лайк, подписываться на канал. Хочу просто спасибо сказать, что вы это всегда делаете. И вот те фанаты, кто есть, кто вот всегда остается со мной, смотрит все видосы, это респект. Потому что, да, я понимаю, что сейчас контента действительно мало, но я в любом случае стараюсь придумывать что-то новое. Хотя, ребята, сами понимаете, тяжело. Уже полгода нету ничего нового в игре. Я стараюсь что-то найти интересное. И надеюсь, что мои старания оцениваются вами. Это, на самом деле, сейчас самое важное и самое нужное, что может быть. Потому что впереди нас ждет крутое обновление, в котором мы действительно кайфанем от того, что нам добавят. Представьте, какую огромную часть города, какой огромный город предстоит нам увидеть в игре Симулятор Автомобиля 2. Контента будет море. Контента будет, на самом деле, действительно большое количество. И нам нужно только просто ждать. Просто ждать того, как разработчики нам это продемонстрируют, покажут эту карту. С размер огромной этой карты Это будет точно топчик. Максимальный топ. И смотря сейчас на карту, которая у нас есть, это, на самом деле, просто какая-то маленькая, маленький город. Я очень буду рад тому, что разработчики тут добавят такую огромную карту. Такую огромную карту все-таки нам добавят в игру. Это, на самом деле, многого стоит. Это действительно классно. Это действительно топово. Там видно, что есть всякие еще маленькие островки. Ух ты! Прям действительно клюво. То есть у нас будет еще 5 машин. Но я, знаете, как думаю, что в мае все-таки должно выйти обновление уже вот в скором времени, в ближайшем будущем. Но все-таки разработчики, ну, е-мое, уже полгода ничего нету в игре интересного. Ни новых тачек, ни новых локаций. Особо ничего нового такого нету, чтобы могло развеселить сильную аудиторию, кроме фото-режима. Но это по большей части фан-сервис, потому что с этим фоторежимом, ну, что придумаешь там сильно? Ну, пофоткать можно там вот тачку, там, собственно говоря, поразглядывать какие-то там машины, к примеру. Но особо там ничего и не сделаешь. То есть это только фан-сервис, картинки красивые, да и все. Но на самом деле этого же мало. Каждый понимает, что этого мало. Нужно что-то еще увидеть в игре. То, что вот есть у нас вот такое, ну, окей. Но что с этим дальше делать, никто не знает. Потому что, ну, есть, да есть. Вот, собственно говоря, полазить можно, поприкалываться. Но это максимум. То есть по большей части это чисто фан. И больше, кроме фана, тут ничего особо-то и нету. И это на самом деле очень грустно. Это очень жалко. И хочется действительно уже увидеть какую-то обнову жесткую, чтобы все кайфанули. Все увидели и кайфанули от нее. Поэтому, ребята, в принципе, на этом все. Спасибо за просмотр. Кодовое слово в этом ролике будет новая тачка. Все, кто напишет слово новая тачка, обязательно попадет в мое новое следующее видео. Ну, а с вами был Личи. И всем до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok